Как спасали Мотор Сич Сериал продолжается. Статья на военном обозрении за 19 августа 2020 года. Александр Ставер О том, как исчезают с украинской земли предприятия и компании мирового уровня, писать теперь не модно. Тема настолько набила оскобину читателям, что вызывает скорее раздражение и возмущение, чем желание защитить или спасти убиваемое предприятие. Даже те, кто отдал многие годы жизни на работе на таких заводах, фабриках, СКБ, давно опустили руки и лишь с горечью отмечают остановку еще одного цеха, завода, концерна. Украина, как и должно было быть технически и научно развитой республикой, уже давно представляет собой поле боя между двумя экономическими гигантами США и КНР. Боя за советские уникальные технологии, боя за штучные кадры инженеров и конструкторов. Боя за уникальные научные разработки и конструкторские идеи. Об одной из таких битв мы сегодня и поговорим. Об эпопее с продажей контрольного пакета акций советского концерна «Моторостроитель», который более известен современному читателю, как «Моторсич» китайской компании «Скай Ризон». Причина такого интереса. Украина вдруг вспомнила о том, что концерн является уникальным предприятием и его потеря будет означать потерю целой отрасли производства. Понятно, что память вернулась не просто так. Память вернулась с помощью очень болезненного укола со стороны Вашингтона. И украинская прокуратура зашевелилась от такого же укола. Заведено дело о незаконной продаже концерна и уже в рамках этого дела арестованы акции «Моторсич». Как все начиналось? А начиналось все точно так же, как начиналось на многих предприятиях в России. Приватизация 90-х. Ничего не понимающие в экономике инженеры и рабочие концерна решили сохранить любимые заводы и передали контрольный пакет «хорошему человеку» в кавычках, директору концерна Вячеславу Богуслаеву. Дело вполне обычное и мало заслуживающего нашего внимания. Тем более, что став владельцем компании, Богуслаев действительно сумел не только сохранить производство, но и развить его. Он прекрасно понимал, что выход на уже занятый западный рынок будет сложным, а вот традиционный российский рынок и рынок Восточной Азии с удовольствием будет потреблять продукцию концерна. Россия, Китай, Индия – совсем не крошечные и не бедные государства. Напомню, что «Моторсич» предприятие уникальное, обладающее полным циклом разработки и производства авиационных двигателей. Двигатели для крылатых ракет и промышленных газотурбинных установок. Более того, концерн не только разрабатывает и производит двигатели, но и обслуживает и ремонтирует их в период эксплуатации. Очень помогла развитие концерна «Россия». Когда мы в нулевые годы начали активно возрождать авиационную промышленность, концерн, если не процветал, то существовал вполне сытно. Прибыли росли, производство развивалось. Вслед за Россией более активно сотрудничать начали Китай и Индия. Миллиард прибыли в год совсем не выглядел чем-то из ряда вон выходящим. Хорошая работа хорошо оплачивается. События 2014 года эту идиллию нарушили. Помните многочисленные указы и постановления о запрете торговли со страной-агрессором в тот период? «Моторсич» перестал заключать новые контракты с Россией, но по старым оборудование исправно поставлял. Правда, была и еще одна причина падения производства. Это завод в Снежном. Завод по производству лопаток для турбин, который остался на неподконтрольной Украине территории. Но и этот завод исправно выполнял свои обязательства перед концерном. По мере выполнения контрактов прибыли «Моторсич» стали падать. Речи о миллиарде уже не шло. Миллиард превратился в 300 миллионов и продолжал сжиматься. В перспективе замаячило банкротство. Тем более, что президент Порошенко явно ввел концерн именно в этом направлении, чтобы заставить Богуслаева продать концерн за бесценок. Как Богуслаев Порошенко переиграл Хозяин «Моторсич» ситуацию и перспективы концерна прекрасно видел. Иллюзий по поводу своей компании не питал. Потому и предпринял ряд шагов по ее спасению. Да и, как мне кажется, спасению личного кошелька. Уже в 2017 году за год, до прекращения действия контрактов с Россией, Богуслаев договаривается о продаже контрольного пакета акций китайской частной компании. Юридически сделка проводится идеально. Вот тут необходимо сделать отступление от темы. Китайцы уже давно прошли период механического копирования воровства чужих производств и чужой продукции. Сегодня КНР способна самостоятельно производить продукцию мирового уровня. И главная цель китайских компаний сегодня не станки и производственные мощности за рубежом. Главная цель сегодня именно технологии и конструкторские научные наработки. Итак, в 2017 году контрольный пакет акций «Моторсич» продается компанией «Скай Резон». И почти одновременно с этой сделкой китайцы начинают строить собственный завод в городе Чунцине. Причем то, что на заводе будут использованы технологии «Моторсич» даже не скрывается. Возникает простой вопрос, ответ на который и покажет, кто кого переиграл. Мотостроитель, кондитера или наоборот. Извините, моторостроитель, кондитера или наоборот. Где на момент начала строительства завода находилась технологическая и конструкторская документация с украинского концерна? Интересен и другой факт. Китайская компания уже вложила в «Моторсич» 100 миллионов долларов. С какой стати? Если учесть, что попытки разорвать сделку и всяческие уголовные дела по концерну уже в сентябре 2017 года стали расти как грибы после дождя, да и статьи, по которым возбуждались дела довольно громкие, диверсия, подготовка к преступлению и прочее, Достаточно сказать, что уже в сентябре 2017 года суд арестовал 41% акций «Моторсич». Еще активнее СБУ стало действовать в 2018 году. Оно и понятно, президентский срок Порошенко подходил к концу и необходимо было додавить Богуслаева. Апрель 2018 года для концерна стал временем массовых обысков, давления на сотрудников, с целью раскрыть схемы продажи и прочих процессуальных напастей, связанных с делами в СБУ. В конечном итоге суд арестовал все акции иностранных владельцев «Моторсич». Вместо ветра перемен ветерок от домашнего вентилятора. Инициаторами всей этой якобы законной кампании по отмене сделки по продаже «Моторсич» стали американцы. В отличие от украинских политиков, глаза которых четко настроены на зеленый цвет американской валюты, американцы прекрасно понимали значение «Моторсич» для оборонного комплекса КНР, «Советские технологии и разработки украинских конструкторов дадут китайцам серьезное преимущество в производстве, например, вертолетов и крылатых ракет». Для того, чтобы сразу устранить скептические замечания о том, что, мол, виноваты, как всегда, американцы, посмотрите материалы по визиту на Украину летом 2018 года Джона Бултона. Заокеанский хозяин даже не скрывал, что приехал именно по поводу данной сделки. Цель визита так и объяснялась – разрыв сделки по «Моторсич». Кстати, после визита количество уголовных дел на сотрудников концерна увеличилось в разы. Напомню и еще об одном визите американского миллиардера на Украину. Я о визите Эрика Принца, главного наемника мира, основателя ЧВК «Блэк Вотер» и внештатного советника Дональда Трампа по безопасности. На момент визита он – исполнительный директор и заместитель директора ЧВК «Фрон…» Так, не будем. «Фронтиер Сервисы Групп» Которая расположена в Гонконге и Пекине и как раз занимается охраной китайских предприятий в Африке. Несмотря на надежду украинских политиков на приход американцев на «Моторсич», оба визита закончились ничем. То есть на местном уровне, в украинских судах, в украинской прокуратуре и СБУ все хорошо. Блокируют, арестовывают, заводят дела. Но китайцы не такие простые и бедные люди, чтобы с ними так поступать. Китайский тигр обладает хваткой бульдога. Если схватил, то не отпустит. Я не зря писал выше, что сделку по покупке контрольного пакета Богуслаев провел очень чисто. По оценкам специалистов по международному праву в случае передачи дела в международные суды, перспективы выигрыша дел там у Украины нулевые. Вся эта мышиная возня украинских государственных органов стала возможной по одной простой причине. Как я думаю, китайцы пока еще надеются на решение вопроса собственности по-свойски, тихо и без лишнего шума. Возможно, этим объясняется привлечение к делу еще одного могущественного украинского олигарха Александра Ярславского, которому китайские хозяева концерна продали 25% плюс одну акцию. Две недели назад, 4 августа, заявление об этой сделке было передано в антимонопольный комитет. Украинское правосудие ответило в своем стиле. Через два дня СБУ почему-то доквалифицировало дело Мутарсич еще одну статью «Государственная измена». Ярославский обратился напрямую к президенту Зеленскому с требованием принять меры. При этом стоит обратить внимание на один существенный нюанс. Кроме обращений в международные суды, которые грозят Украине многомиллионными убытками, Ярославский прямо указал на возможное охлаждение отношений между Украиной и КНР. Шоу должно продолжаться. Подведем некоторые итоги. Китайский бизнес провел прекрасную операцию по покупке новейших технологий в области моторостроения. За небольшие деньги были куплены новейшие технологии, стоимость которых исчисляется миллиардами долларов. Кроме этого, даже в случае отмены сделки, китайская компания вернет все инвестированные в концерн средства через суд. О том, какое значение имеет сам концерн для «Пейчинс Хайрайсен», можно судить по легкости, с которой были проданы 25% акций. Китайцы спокойно отказались от контрольного пакета. Тем самым они заставили уже украинских олигархов бороться с украинским государством, что мы сегодня и наблюдаем. Итак, китайская компания в любом случае выигрыши. Что получили Богуслаев и Ярославский? Богуслаев обезопасил себя и концерн от банкротства и получил мощного союзника в лице Ярославского. Ярославский же получил жирный кусок перспективного предприятия, способного конкурировать на мировом рынке. Единственный минус данной ситуации – необходимость прекращения уголовных дел. Но это в современной Украине не проблема. Единственным проигравшим в данной ситуации стал трудовой коллектив «Моторсич». Лучшие специалисты или уже уволились и работают в том же Китае или России за хорошие деньги, или собираются увольняться. Отсутствие заказов на продукцию предприятия сильно бьет по кошельку всех работников. Материальная база разрушается. Пока что сериал под названием «Как спасали Моторсич» продолжается, только вот название все больше не соответствует сюжету. Нужно заменить слово «спасали» на слово «убивали». Но это уже в руках сценаристов сериала. Александр Ставер. Специально для военного обозрения. «Как спасали Моторсич». Сериал продолжается.